Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Татьяны Блинковой в начале коротко о главных темах сегодняшнего выпуска. Стены настолько уже устаревшие, они уже на такой степени, вот кирпич, а там пустота. Здание, которому более 100 лет, представляет угрозу для жильцов, которые в нем проживают. Некоторые собственники и вовсе покинули квартиры, опасаясь оказаться под завалами. Нарушение закона послужило причиной отказа пенсионным фондам в назначении жительницы города Каннска, причитающегося ей пособие. Жительницы Каннска не выплатили пособие за постановку на учет медицинскую организацию в ранние сроки беременности, хотя сделано это вовремя. Цель проекта – социокультурная реабилитация детей с ОВЗ и детей с нарушением зрения, вовлечение их в среду здоровых сверстников через театральное искусство. Центр поддержки общественных инициатив «Луч» и детская библиотека имени Гайдара выиграли грант на реализацию совместного проекта. Двухэтажка на Гетоево сыпется прямо на глазах жильцов. Дом настолько старый, что находиться в нем опасно для жизни. В связи с этим многие хозяева уже покинули свои квартиры. Подробнее расскажет Кристина Кущ. История у 19-го дома по улице Гетоева богатая. Говорят, кирпичная кладка соответствует аж концу 19-му – начала 20-му века. Среди жильцов ходит легенда, что еще до революции здание принадлежало одному известному купцу и служило ему как швейный цех. По прошествии многих лет ему был присвоен статус многоквартирного дома. Именно тогда был возведен второй деревянный этаж. Позже двухэтажка досталась водоканалу ИТЭЦ. В советское время в нее заселяли рабочих данных предприятий. Двухэтажному дому по улице Гетоева, 19, уже более 100 лет. Здание представляет жильцам огромную опасность, ведь здесь нет ни перил, ни окон, ни дверей. Впрочем, проблем в этом доме более чем достаточно. Состояние двухэтажки, мягко говоря, не впечатляет. Ободранные стены и потолки, рассохшиеся от старости лестницы, частично фасад здания и пристройка второго этажа – все рассыпается на глазах. Полы ходят ходуном и издают ужасный скрип. Люди говорят, ремонт в доме не проводился на их памяти ни разу. Здесь вот все. А тут еще и даже электропроводка. Тут вообще… Елена Валентиновна проживает в данном доме уже 26 лет. Женщина рассказывает, жить в нем уже просто невозможно и страшно. Но деваться некуда и приходится мириться с тем, что есть. Приближается осень, а это значит, пора заклеивать окна и закладывать их теплыми одеялами. Ведь холод невыносимый. А что будет зимой, они даже не хотят представлять. Стены настолько уже устаревшие. Они уже до такой степени. Вот кирпич, а там пустота. У меня квартира вообще холодная. Я, допустим, топлю за зиму пять машин дроп. Вот считайте, каждый месяц по две машины. Печное отопление, общий туалет, который расположен во дворе, к этому люди приспособились уже давно. А вот привыкнуть к тому, что единственную колонку, которая находилась рядом с домом, убрали, они никак не могут. По воду едешь, черт его знает где. Вот здесь колонка стояла. Ходили сюда. Вот я сам в водоканале работал и знаю. Сейчас возле остановки колонка стоит, пока работает. Зимой она замерзает. Мы ходим всем домом, ходим, ищем эту воду. Люди говорят, на произвол судьбы они брошены уже более двух лет. Но старые задолженности приходят до сих пор. С вопросом, касаемо этой двухэтажки, мы обратились в местную мэрию. Там нам пообещали разобраться в сложившейся ситуации и дать комментарии в ближайшее время. Кристина Кусь, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Каннская прокуратура помогла жительнице города получить необоснованно невыплаченное ей пособие. Речь идет о выплате, которая предоставляется пенсионным фондам женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Как показала проверка, на учет в женскую консультацию подстрадавшая встала в ноябре 2021. А данные о ней фонд социального страхования учреждения подало лишь в январе этого года. В ходе проверки было установлено, что женщина по факту своей беременности обратилась в Каннскую межрайонную больницу еще в ноябре прошлого года. На соответствующий учет лечебным учреждениям поставлено 7 декабря 2021 года. Вместе с тем, в нарушении установленного законом недельного срока больницей, соответствующие сведения в фонд социального страхования были направлены лишь в январе текущего года. Это нарушение закона послужило причиной отказа пенсионным фондам в назначении жительницы города Каннска, причитающегося ей пособие. Каннской межрайонной прокуратурой в связи с выявленными нарушениями закона главному врачу Каннской межрайонной больницы было внесено представление, в котором потребовано скорректировать имеющееся в учреждении систему учета в части учета пациентов по беременности. Данное представление было рассмотрено. Должностное лицо, совершившее ошибку, привлечено к дисциплинарной ответственности, а пенсионный фонд выплатил пострадавшей пособие по беременности в размере 70 тысяч рублей. 386-ю годовщину Каннск отметит уже 3 сентября. Для жителей города организаторы подготовили довольно обширную программу, которая будет представлена сразу на нескольких площадках. Мероприятие начинается в 10.00 и начнется оно на наших спортивных стадионах, на стадионе «Текстильщик» и на стадионе «Спартак». С 10 до 2 часов, до 14.00 все любители спорта могут найти себе развлечение на данных площадках. В 14.00 у нас начнется фолк-пикник на территории городского дома культуры. Фолк-пикник будет посвящен году культурного наследия, который в этом году объявил президент, и будет содержать более такую фольклорную, народную составляющую. В 17.00 мы ждем всех жителей города в Центральном парке, городском парке культуры и отдыха, на большую культурно-досуговую программу. А помимо этого, в 18.00 на площадке молодежного центра для всей нашей молодежи начнет работать молодежная площадка. Всю молодежь мы ждем именно там. Сразу после небольшой рекламы покажем блог коротких новостей, а также расскажем о том, на что выиграли грант представители одной из библиотек города. Не переключайтесь. Производственно-торговое предприятие «Трактор-деталь». Более 10 лет специализируется на поставке запчастей для тракторов, спецтехники, лесозаготовительной и сельхозтехники отечественных и зарубежных производителей. Поставляет расходные материалы и навесное оборудование. Профессиональная команда – это гордость предприятия. Качественно, удобно и в срок. «Трактор-деталь» обеспечивает запчастями не только Каннский район, но и всю восточную зону Красноярского края. Дилерские договоры с ведущими поставщиками и производителями страны, индивидуальный подход к каждому клиенту, позволяют обеспечивать максимальное наличие ассортимента запчастей и принадлежностей для ремонта техники. «Трактор-деталь» с 2019 года является официальным дилером марки «Штиль» и осуществляет продажу, гарантийное и послегарантийное обслуживание всего ассортимента этой марки. «Трактор-деталь» осуществляет доставку товара собственным транспортом до склада покупателя. «Трактор-деталь» – мы всегда готовы к сотрудничеству. Внимание! До конца месяца в ценоломе рассрочка на 24 месяца абсолютно на весь ассортимент. Без первоначального взноса, без процентов, с рассрочкой до 24 месяцев на все. Ценолом. Бери сейчас, плати потом. Решение о подорожании техосмотра приняли на заседании Краевого правительства. Так, стоимость технического осмотра легкового автомобиля теперь составит 735 рублей. Ранее эта сумма равнялась 542 рублям. Отмечается, что в последний раз стоимость техосмотра в регионе пересматривалась в 2014 году. Напомним, федеральным законом с этого года отменен обязательный техосмотр для автомобилей, принадлежащих физическим лицам. Процедура необходима лишь при смене собственника для автомобилей старше 4 лет, либо при изменении конструкции транспортного средства. Житель Каннска решил купить медсправку для замены водительских прав и отдал деньги шутнику из Тобольска. В январе в дежурную часть полиции обратился 49-летний мужчина с жалобой на то, что неизвестный злоумышленник украл у него 7000 рублей. Он признался полицейским, что срок действия у прав закончился, но он решил не тратить время на официальное получение медицинского заключения. В социальных сетях он увидел объявление о такой услуге. Автор обещал скинуть электронный документ в течение двух часов после оплаты, но этого не произошло. Теперь ранее судимому жителю Тименской области грозит 5 лет лишения свободы. В Балахтинском районе произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, на 141-м километре автодороги Р-257 Енисей водитель грузового автомобиля МАЗ, который ехал с прицепом, груженным углем, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Полиции уточнили, что ехал он со стороны Абакана. Водитель грузового автомобиля погиб на месте, а его пассажир получил тяжелые травмы. Сотрудникам ГИБДД пришлось осуществлять реверсивное движение на этом участке дороги. Актуальные новости, объективный анализ и эксклюзивные комментарии о важнейших событиях Красноярского края. Региональный дайджест. Каждую среду сразу после новостей на пятом канале. Время сказок и чудес в детской библиотеке имени Гайдара состоялось открытие проекта театральной студии «Сказка голосами актеров детей». Юные гости смогли не только стать зрителями кукольного театра, но и примерить на себя роль актера. Подробнее в следующем сюжете. В удивительное и интересное путешествие в мир сказки юных жителей встречали забавные персонажи. Это Мишка Косолапый и Рыжий Котик. Далее Шапокляк и девочка Ириска не на шутку повеселили ребят и провели с ними веселую разминку. После юных гостей ждал кукольный спектакль по мотивам сказки «Кот, петух и лиса», который дети засыпали своими аплодисментами. Уже после они смогли и сами поиграть с перчаточными куклами за ширмой и отгадать сказочные загадки. Затем ребята разошлись по развлекательным площадкам. Те, кто постарше, отправились на мастер-класс. А малыши ждали творческие занятия, где они раскрашивали и рисовали любимых героев сказок. «Бери зеленый. Вот здесь вот травку рисуем». На праздничном мероприятии присутствовало более 30 ребят. Все они с интересом окунулись в атмосферу сказки и развлечений. Некоторые постоянные читатели готовились посетить библиотеку аж за несколько дней. «Пришла я сегодня с ребенком, со своей девочкой Варварой. Она будет очень рада. Она сюда уже со вчерашнего дня готовилась. Говорит, мама, ты подойди ко мне утром и скажи, подъем. Я говорю, ну мы не в армии». «Позитивно настроены. И потом еще впечатлений хватает в дальнейшем». Специальными гостями стали ребята, проживающие в центре семьи Каннский. Сотрудники центра привели 18 человек. Они рассказали, их воспитанники с удовольствием посещают библиотеку, а после чего делятся впечатлениями со своими друзьями. «Когда звучит слово «библиотека», они с удовольствием готовы, строятся и идут. Делятся, рассказывают, и потом рассказывают с удовольствием своим родителям, что вот мы научились делать вот такую поделку, вот мы сегодня нам показали вот такую книжку, потому что мы участвуем во многих мероприятиях». Открытие проекта «Театральная студия «Сказка голосами актеров детей» стало возможным благодаря совместному участию Центра поддержки общественных инициатив «Луч» и Детской библиотеки имени Гайдара в программе президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2022 году, где они выиграли грантовую поддержку. Цель проекта – социокультурная реабилитация детей с ОВЗ и детей с нарушением зрения, вовлечение их в среду здоровых сверстников через театральное искусство. В рамках работы проекта будут проходить различные мастер-классы по актерскому мастерству, по сценической речи, мастер-классы по работе с перчаточными куклами. Также ребята будут проводить громкие чтения. В итоге будут выбраны три русские народные сказки, по которым будут поставлены кукольные спектакли. Специалисты Детской библиотеки отмечают, кукольный театр на детях сказывается положительно. Они проявляют большой интерес и даже с постановками участвуют на городских мероприятиях и в образовательных учреждениях. Кристина Куч, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. И в завершении выпуска о новостях спорта. В Канске состоялся чемпионат и первенство Красноярского края по спортивному ориентированию. В город приехали 10 команд из 6 территорий региона. Посоревноваться между собой пришлось 163 участникам. В течение трех дней ребята показывали то, как они ориентируются на местности и работали с картами. Канским спортсменам удалось завоевать свыше десятка медалей разного достоинства. На этом наш выпуск завершен. Сразу после него смотрите рубрику «Полезно знать». В студии была Татьяна Блинкова. Всего доброго. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПАПА! Агенты, прохожу первый периметр безопасности. Приготовились. Три, два, один, три! Есть! Агенты, спасибо за поддержку. Миссия выполнена. Сюрприз! 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 Настрой свою безопасность. Подключи домофон 2.0 от компании Орион Телеком. Неважно, вы ценитель белых или красных или черных и оранжевых цветов. Главное, что вы ценитель наших. В Ценоломе распродажа цветных современных холодильников «Бирюса» по народным ценам. О, Абсолют более 10 лет оказывает качественные юридические услуги, а также услуги в сфере управления многоквартирными домами. Абсолют – это защита вашего нарушенного права по вопросам любой сложности. Мы оказываем услуги по составлению исковых заявлений в суды общей юрисдикции, арбитражные суды и представления ваших интересов в суде. Также оказываем юридические услуги в сфере ЖКХ. Вы хотите сменить управляющую организацию, создать ТСЖ, но не знаете, как это сделать? Ваша управляющая организация оказывает вам услуги ненадлежащего качества. Наши специалисты помогут решить все ваши вопросы. Наша реклама работает быстро и качественно. Подай объявление в бегущую строку пятого канала и его увидят. Телефон стола заказов 2 05 20. Я хожу в школу. Ну, каждый день по 4, по 5, по 6 уроков. Работотехника, программирование, китайский язык. Я закрываю дверь и убегаю побыстрее. Бегу-бегу, останавливаюсь и скольжу. Так я быстрее добегаю до школы. Я не опаздываю, я прибегаю буквально раньше всего. Я бегу, вот прям бегу-бегу. Бегу-бегу, останавливаюсь и скольжу. Я могу еще и сделать на время. Не надоело тебя ждать. Быстрее! Опоздай! Быстрее! Ну, куда же ты бежал? Ну и ты бежал! Девушки отдыхают Пробегут телефон У меня самолет Субтитры подогнал «Симон»